МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правильно, когда перед проведением корпоративного праздника руководство компании рассылает приглашение своим сотрудникам, где указано, как следует одеться. Но чаще всего правящие круги предприятий такой заботой не грешат. Выбор гардероба удел каждого в отдельности. Здравствуйте! С вами деловой этикет и я, Елена Лебедева. Сегодня о мужчинах. Что надеть на корпоратив, если торжество намечается в офисе и при галстуках? Если вечеринка запланирована сразу после рабочего дня, то можете одеться соответствующе повседневно. Свежая рубашка и интересный галстук приветствуются. Также для офисного праздника уместен стиль кэжуал. Это не значит, что нужно надевать рваные джинсы, нелепую майку или потрепанный свитер. Ваш выбор простые, чистые и элегантные брюки. Приталенная рубашка, пиджак, жилет или пулловер. И удобные, начищенные до блеска туфли. Что касается вечера в ресторане. Мужчины, не надевайте свои офисные костюмы. У каждого. Независимо от должности и доходов, должна быть, если не праздничная тройка, то хотя бы парадный пиджак. Стандартен для официального банкета выбирают черный костюм с белой рубашкой. Конечно, вас пустят и в джинсах. Только в этом случае не удивляйтесь, если повышение впоследствии придется ждать очень долго. Не забывайте о классических требованиях к строгим костюмам. Недопустимо сочетание синих носков с коричневой обувью. Популярная небрежность сегодня не должна превращаться в неряшливость. И никаких макосин. Только строгие ботинки или туфли на шнуровке. Платки, галстуки, зажимы для галстуков и запонки должны гармонировать с рубашкой и пиджаком. А по стилю исполнения цвету с часами и зажигалкой. Любимый аромат парфюма с изысканными нотками едва уловим. На сегодня достаточно. С вами был Деловой Этикет и я, Елена Лебедева. Редактор субтитров А.Семкин